Итак, дорогие друзья, в тринадцатом курсе мы с вами начинаем серию курсов, то есть продолжаем. Делаем лайки ВКонтакте, но для начала нам надо сделать профиль. Вот мы в этом курсе сделаем профиль пользователя, грубо говоря, личный кабинет. Понятно, что не только для лайков мы будем делать профиль, он нам для многого пригодится, но в любом случае для этого тоже. В описании видео, кто смотрит на ютюбе, есть вот это видео, общий замысел, что мы вообще должны сделать, то есть лайки как ВКонтакте. Ну а в данном курсе из десяти уроков мы с вами написали модель. Ребят, я писал только пару полей, то есть остальное там логин, обо мне, IP-адрес, ну мы там еще имя, фамилию вывели. Это вы уже сами выведите. И фотопрофиля. В этом курсе я рассказывал о домашних заданиях по ходу. И самое одно из важных домашних заданий вам придется немножко пообсуждать. Это надо, я не писал этот код, но показал вам краешком глаза посмотреть. Почему? Потому что у вас возникнет ситуация какая. Да, по умолчанию, даже если пользователь ничего не поставил, то у нас будет картинка по умолчанию. Да, это раз. Но мы же будем писать далее редактирование профиля. И может быть такой момент, что пользователь просто удалит, вообще фото удалит на какое-то время. Пока там может не вспомнит, потом поставит. Но в этот момент, когда мы будем делать лайки, то будет выдаваться ошибка. Вот здесь вам домашнее задание. Я код показал, но надо будет сделать. То есть, по сути дела, вот наш код. Мы библиотеку миниатюр, которую ранее устанавливали, использовали. И, по сути дела, здесь мы рассматриваем урок, как вводить фото. А вот что, если пользователь удалил фото, вот тут я вам дал подсказку, сказал, что в интернете этого много, пообсуждайте, сделайте. Обязательно этому надо научиться. Это надо научиться делать. Поэтому я оставил это на ваше, именно на то, чтобы вы пообсуждали. То есть, вы должны найти пример и подумать, добавить тег if. Если есть, но там немножко надо будет, может, по-другому код написать. Ну, ничего, пообсуждайте, напишите. Грубо говоря, тег if. Если есть фото, то выводить то, что мы сделали. И добавить тег else. И уже взять фото со статики. И закрываем тег. Это обязательно надо сделать. Почему? Потому что в данный момент мы с вами даже проверяли, что если просто удалить фото с профиля, то просто ничего не отображается. Но когда, допустим, наше фото будет отображаться как в контакте на лайке, кто лайкнул, то там будет URL. И будет выдаваться ошибка. Просто запрос не будет получен, если пользователь удалил фото. Поэтому вам надо обязательно дописать то, что я говорил в уроках в домашнем задании. Научиться это делать. И запомните этот момент для Джанго навсегда. Где есть только вероятность того, что пользователь может удалить, допустим, картинку, фотографию, неважно что. Важно всегда заменяйте чем-то по умолчанию. Чтобы откуда бы с сайта не было обращения, всегда с любой страницы Джанго могло найти, что показать в ином случае. Поэтому я и обратил внимание на это домашнее задание, чтобы вы это научились делать. Примеров в интернете много, вариантов много. Но я говорю, самый простой вариант, наверное, эффективный, это со статики взять и это сделать. Этому, ребята, надо научиться. И запомнить раз навсегда, вот с этого момента, есть картинка, есть форма редактирования. Все. Всегда обязательно дописывайте, что делать, если нет фото. Но удалил пользователь фото вообще. Ну и так, в этом курсе, грубо говоря, мы написали начальную панель кабинета. Ваша задача сделать дизайн, разместить там справа-слева, это уже разобрать код. И самое главное, дописать совместными усилиями, обсуждая в школе. У меня не спрашивайте, не скажу. На это вам, поэтому и даю вам дописать, что делать, если нет фото. Сложного там ничего нету, но это надо попотеть один раз, запомнить тогда. И тогда у вас это будет на автомате на всю жизнь. Сколько бы вы ни работали, где картинки, вы всегда будете это делать. Всегда ставить, что если вдруг фото вообще не существует. Что выводить. Все, ребят. Еще раз напомню. Цель курса. Мы сейчас делаем серию курсов, уже пишем нашу социальную сеть и делаем лайки, как ВКонтакте. Но сначала, понятно, нам надо откуда-то брать пользователя. Поэтому мы написали профиль пользователя. Я это сделал, я это сделал, значит, мало полей. Вы уже допишите сами поля, хоть 100 полей. Это все будет по одному и тому же принципу. Вот. Сейчас ваша задача сделать дизайн. А с этого профиля мы будем потом брать картинку и для лайков, и куда угодно. Для тех, кто начал с этого видео, начать надо с сайта spb-retout.ru Прочитать здесь есть статья. Хотите изучать, хотите стать программистом, читайте. Ну и будет ссылка на страницу курсов. Обязательно посмотрите это видео, общий замысел. Спасибо за доверие. Все получится, ребята. Обязательно получится.